Розы Гортензия 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 Нужно покупать просто обычную, она уже будет от почвы завистеться В основном она в природе зеленая, темная такая, как бы салатовая вернее Или белая, но если почве добавить среднюю кислотность Всякие препараты продаются, в принципе это не сложно Она или кремовая, или розовая Если более насыщенная кислотность, она становится синего или голубого цвета Даже так? Даже так Если говорить вообще о спектрах гортензии, какую ее реально можно увидеть И используют ли для нее подкраску, как например с розами? Нет, нет, ничего не использовать Цветок очень нежный, это не хризантема, как любят подкрашивать, или роза То есть все только используется в почве, как она прорастает И этот цветок очень красиво смотрится в свадебных букетах Очень невеста любит как пионы, саму гортензию, она безумно нежная Тут даже вот так собрать, вот смотрится приблизительно Красиво будет смотреться невеста с таким букетом К ней в дополнение можно добавить и пионы, которые прорастают То есть по сути все сезоны, точнее все цветы, которые сейчас для сезона Да, да Гортензия начинает расти, если же в обычной почве, то она в принципе все лето Она прорастает Ну а для флористики, если когда невеста желает, то конечно ее будет очень сложно увидеть в декабре, феврале То есть она в марте появляется и в принципе заканчивается ее сезон уже к сентябрю То есть сейчас как раз вот пик ее использования в флористике Свадебной в том числе Если говорить о свадебной флористике, то это же всегда должны быть цветы, которые могут выдержать жару То, что их будут активно эксплуатировать, трепать, ставить, ложить, бросать Как этот цветок относится? Потому что он нежный, я его слышал Я как бы, как я делаю, мой секрет, я коротко обрезаю И чем короче обрезан степель, тем быстрее напитывается само растение, как бы бутон Перед свадьбой, то есть и собирается букет И конечно я же с невестой рассказываю, что он очень любит цветок, водичку, не любит солнце И забирать букет из нашей студии я рекомендую в самый последний момент Чтобы он не находился где-то, уже когда он нужен, необходимый Букет для фотосессии, для свадьбы Вот такие секреты для вас, друзья Он должен быть сочным, этот цветок, тогда он выдержит абсолютно всю эксплуатацию И над ним, и все издевательства Если говорить о свадебной флористике, да, мы используем Ну вот, например, свадебный букет, например, вот такого размера Но если это такой цветок, он большой будет, этот букет, или нет? Нет, я всегда ставлю две гортензии Аккуратно где-то что-то обламываю нижние эти шапочки Добавляю еще цветок, очень люблю я гортензии, когда добавляется фрезия Может какая-то мелкая кустовая роза, пионы, и будет смотреться здорово Обрываются все росты Вот, теперь я, друзья, вам также покажу это, я думаю, что же там обрывается Вот видите, да, формат, как же она растет, как формируется вот этот большой бутон И уменьшается бутон в размере Вот так, все опять-таки секреты Секреты все рассказали Которые не видны, да, на первый взгляд Вот так, ну что, будем надеяться, что наши невесты, которые смотрели, возьмут себе на заметку Ну и, конечно же, не забываем о том, что гортензия растет у нас также в садах Поэтому высаживайте, культивируйте, и у вас все будет Вот такой цветок будет вас радовать Тем более, что аромат у него весьма приятный Вот так, Виктория Халилова была у нас сегодня в гостях Говорила про то, как убрати гортензию Да, как покорствовывать ее у флористы, в осенью флористы, в том числе Дякую тебе, Вика, за, как всегда, цікавые и пизнавальные разговоры Субтитры создавал DimaTorzok